Продолжаем проект КЁКСНКАЯ Каждый день Сегодня я буду принимать экзамены Перед экзаменами небольшие сборы для тех, кто аттестуется на 10-й и 9-й кю Это начинающие, самые базовые вещи Часть каких-то наиболее значимых деталей я прямо на тренировке тоже под запись сделаю Что-то здесь на улице Ну и мой посыл в том, чтобы вы кроме хорошей практики на тренировке Выкладываться, стараться внимательно слушать Вы занимались самостоятельно, домашнее задание выполняли свое Тогда эффект будет хорош Только на тренировке мало Надо обязательно заниматься самостоятельно Поэтому некоторые наиболее важные вещи я для вас запишу здесь Некоторые вещи мы обсудим прямо на сборах сегодня же, перед экзаменом Итак, 10-й кю У нас техника достаточно простая Но для начинающих, которые начинают объем достаточно большой Это и удар морота цуки Буквально вчера столкнулся с тем, что очередной раз мы обратили внимание на цуки Я покажу сначала одной рукой, обозначу двумя руками морота цуки На что я бы обратил внимание То есть у нас такая проблема возникает, когда бьют Начинают бить, локоть уходит в сторону И в итоге получается вот такой удар То есть не по прямой линии, а локоть разгибается И вот такое движение получается Вместо того, чтобы идти прямо Поэтому база, как наработать, методика Разбить на какие-то части Допустим, я начинаю движение рукой назад Вот она начинает разворачиваться В это время вторая рука выходит в позицию Как мы дальше будем эту технику Сейчас шито То есть локоть трется И вот здесь на центральной линии кулаки встретились Далее я начинаю разворачивать правый кулак А левый кулак уходит в позицию хики-те Очень важно доводить до конца Максимально вверх, потому что самое разное положение встречается И повторяется Медленно, с контролем, координацию наладить Этот кулак начинает разворачиваться Этот пока нет Вот контрольная точка И отсюда довернули И тогда уже большая вероятность Что у вас локоть будет разгибаться снизу Это базовый вариант, базовый принцип цуки Я средний уровень покажу Ич-ни 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 Ну а потом уже слитно, плавно закрепить Если сразу не выставить То высока вероятность Что локоть будет через сторону И еще вот такое лишнее движение будет Точно так же и морота цуки Ич-ни Ич-ни То есть добиться того, что здесь у нас локоть трется Встретились руки и вывели И здесь раз, два Раз, два Ну еще момент важный, на что я бы обратил внимание Сборка живота То есть мышцы живота находятся в тонусе Более того, с началом техники они еще больше собираются И это позволяет нам подключить к работе Нижнюю часть тела и верхнюю соедините Живот собрали Потом можно немножко расслабить Потом добавляем скорость Но уже так же продолжаем отслеживать Правильное положение локтя Если поэтапно вот это все выполнить То у нас со временем Закрепится правильный навык Приучивать сложнее Когда вы привыкли Уже придется уже потратить какое-то времени На десятокю Так же с блоками важно разобраться Так же разбить по фазам Первая фаза Вот это перед собой По центральной линии Кулак на уровне подбородка Одновременно рука выходит под локоть Пальцами вверх И затем рука скользит Поднимается вверх И тело разворачивается Две точки Ич проверили Ни Ич Ни работали Ич Ни Ич Ни И потом уже слитно Дзюда ну-ка Гадамбарай Аналогично на две фазы разбиваем Ич Локти соединили Кулак вертикально В направлении уха Вторая рука По центральной оси Локти видите на сближение И отсюда Ни Ич Ни Ич Ни Ич И И потом уже слитно И бедра поворачиваются Точно так же на блоках Мы собираем мышцы Живота На десятоке устойка Дзенкууцу Очень важно правильно ее В статике отстроить Ширина Ширина плеч примерно Длина Длина должна быть не надо Очень длинная позиция Низкая Из нее сложно передвигаться Ну и такая короткая Тоже Вообще В зависимости от вашего сложения Немножко Свои будут нюансы Но в целом Вы должны быть Два Принципа С одной стороны Вы хорошо укоренены С другой стороны Это вам позволяет Быстро двигаться Вот для меня Примерно Вот такая стойка Вполне комфортная Важно чтобы колено Было выпрямлено И стопа сзади была Под 40 Пригрался Ширина сохраняем Научились это делать Руки на пояс Поставили На носочки Развернули И скользим Не поднимаясь Ич Можно промежутную позицию Выделить Походили Ич Ни Сан На три фазы Ич Ни Сан И контролируем Чтобы у нас Сзади колено Выпрямлялось Заступ После заступа Проверить Что у нас Мы не потеряли Ширину стойки Для этого Нужно Ногу На носочки Заносить Вот На такую Ширину Тогда при повороте Мы сохраняем Вот эту позицию Ну и После того Как Ногами Вы научились Делать Соединяем С техникой Рук Допустим Морода Туцуки-тюдан Зарядили руки Развинули стопу Сделали шаг Удар Ну а затем Слитно Вот У меня Не стоит задача Сейчас Весь 10-й кю Вам показать Некоторые детали Важно Подработал Показал Точно так же Блоки Собрали руки Подготовили стопу Шаг Блок И затем Слитно Вот Ну и Часть техник На 9-й кю Я Тоже Запишу Уже на тренировки И будет Такой Компактный Материал По некоторым Деталям Для того Чтобы подготовиться На 10-й 9-й кю Вот Занимайтесь Самостоятельно Зеркало Поставьте Поставьте Телефон Снимите Со стороны Откройте Методическое Пособие Откройте Видео На моем Канале Посмотрите Материал Достаточно Было бы Желание Правильно Делать Друзья Будьте здоровы Укреплять Свой дух До встречи Всем удачи Сдать экзамен Кто сдаёт Подготовиться До свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова